Не остыли в холоде Танцуй, моя молодость Горьи, моя молодость Молодость и панк-рок Здравствуйте, мы находимся на фестивале Доброфест Рядом со мной группа Агитаторс Здравствуйте 11 мая вы участвовали в благотворительном концерте Скажите, как вы считаете, такие мероприятия смогут ли изменить людей к лучшему? Конечно Конечно Я думаю, что каждого человека, который пришел на этот концерт Я думаю, что в какой-то степени этот фестиваль изменил Вообще, в принципе, мы уже играли, по-моему, второй раз на этом фестивале И вообще, в принципе, будем продолжать в этом же духе Да и вообще, в принципе, я думаю, что мы постараемся сделать что-то свое Вообще, в принципе, DIY-ное движение, в котором мы достаточно долго находились и находимся по сих пор Ну вот, не знаю, на моей памяти всегда поддерживало какими-то благотворительными акциями Какие-то, ну там, не знаю, какие-то вещи там, да, по помощи каким-то заключенным Или там помощи людям, которые попали в аварию, что-то с ними произошло Вот буквально совсем недавно, в общем-то, нам поступило предложение сыграть на одном из таких фестивалей По-моему, 27 августа, да, вроде что-то будет у нас подобное Тоже мы собираем деньги на, ну там, общие друзья, которые разбились на мотоцикле В общем-то, там один погиб парень И, в общем-то, будем пытаться, как говорится, своей музыкой привлечь людей И помочь, в общем-то, собрать какую-то сумму благотворительную в помощь этим ребятам А вы не боитесь, что сейчас становится скорее в вене моды, чем реальной попыткой помочь людям? Да почему? Пускай это даже модно будет Да, пускай, да, пускай, наконец-то же, доброта и помощь станет модной, черт в двери, наконец Пускай это будет модно, и, как бы, люди будут это делать Даже если, пусть не от чистого сердца хотя бы, ну не знаю, потому что это модно Главное, что это был результат Конечно, помощь, она любая, как бы, полезна Поэтому, в общем-то, ничего страшного в этом нету Модно и модно, пофигу Сейчас много, много, что модно А вы, как приверженцы DIY, вы вот все делаете сами, своими силами, все записываете А если вам предложат записываться лейбл, вы согласитесь? Да, конечно, согласимся Нет, но лейбл, он редко предлагает записываться Как правило, он как будто выделяет сумму, которая просто компенсирует часть затрат Ну а так, лейбл, ну где эти лейбл? Лейбл, по сути, не осталось Интернет все съел, к сожалению Погресс все съел Вот вы говорили, что вот многие группы сейчас как раз отправляют свои записи на мастеринг за границу То есть, как бы, все-таки это делают не они сами, а кто-то другой Так вы считаете? Это они сами Ну, они записывают сами, конечно, да Да, уже там финальная обработка, конечно, идет уже там Ну, ребята там помогают, в общем-то Но все, понятное дело, за свои деньги То есть, люди из своего кармана платят, никто за них не платит И как бы средства собраны, как бы, путем потных концертов Пытаются, печатаются, как опечатается какая-то атрибутика, которая там худо-бедно продается на этих же самых потных концертах В общем-то, и этими, скажем так, вот этими крохами, вот этими грошами, скажем так Чаще деньги из плотных офисов Да, либо это просто, да Ты вечером играешь в концерт, а в следующий день ты идешь работать там, да И, понятное дело, там из своих бюджетов как-то наскребаешь на новые, в общем-то, хорошие записи Вот только так Вот он, DIY, вот вам и весь А вот расскажите о всеки грядущем новом альбоме Когда примерно вы хотите его выпустить? Или пока еще нет никаких примерно даже дат? Ну, повторимся Осень В идеале Будем стараться на октябрь Какая будет обложка? Ничего неизвестно? Пока еще ничего неизвестно Это хотелось бы знать Это да, хотелось бы знать и нам О, какую хотите обложку? Да Помогите нам Ну, можно устроить акцию как раз для фанатов, поклонников Многие так делают, что О, кстати, я недавно сделала, так мы Одна из видимо групп американских, Рил Маккензис Они сами на фейсбуке написали Ребята, у нас записано Ну, обложки у нас нету Нарисуйте эту обложку И они реально сделали конкурс И они реально выбрали обложку одного из поклонников Вот вы приняли участие в акции из Бистрит Акустика До этого времени, Игорь, какой опыт у вас был? О, у нас Саша играл Это он Ну да, да Это я один, считай, там играл От лица группы Ну да, мы играли Опыт у нас, сколько я помню, не было такого Первый раз Если бы не как начинающий музыкант Никогда не выходили на улицу И не пытались, может быть, так Как-то подзаработать, выступить Я играл, конечно, на улице Но не в рамках какого-то мероприятия, скажем Ну да А у вас есть коллектив Самостоятельно так выступал на улице или нет? Или тоже вот только? Просто вот на улице, прямо на улице Нет Ну это же отлично В перспективе все В перспективе, да Вообще, я знаю, это часто практикуется с другими артистами Западными сейчас Это имеет место быть Ну, поэтому просто нужно, чтобы само пришло Не нужно гляться за вот такими концертами Обычно это такое, что-то на грани спонтанности Спасибо большое за интервью Группа Агитатор, специальный дорог, портал Эквилибриум Спасибо за внимание